МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По-моему, мы все прямо с первых минут начали уже это испытывать и теряться, на каком языке мы говорим. В Ачинск в рамках культурно-образовательного проекта прибыла делегация школьников из индийской столицы. В Каннске состоялись краевые соревнования по плаванию День комплексиста. В этом году лесосибирский порт открыл навигацию почти на две недели раньше обычного. Первый груз отправился еще 13 апреля. У нас пораньше пошел Новоангарский комбинат. В те годы он тоже где-то дожидался прохода Ангары. Нынче они начали, отработали схему через широкий лог. Там у них база, они там накапливают, грузят. И потихонечку, не дожидаясь прохода Ангары, уже порядка 50 тысяч они уже точно успели нам подать. Основные заказчики услуг лесосибирского порта – это Норильский никель, Новоангарский обогатительный комбинат и группа компаний «Магнезит». Для них порт переваливают соду и клинкер. Это промежуточный материал для производства цемента, а также руду, уголь и спецтехнику. Для новой Енисейского ЛХК и ряда небольших предприятий перевозят лес. В порту накоплено 20 тысяч тонн клинкера. Ремонтные работы длились всю зиму, чтобы навигация прошла без поломок и сбоев. Главный диспетчер порта говорит, что пока загружен не весь флот, но совсем скоро работы хватит на всех. Весь флот у нас на данный момент уже готов к работе. Ждем только вскрытие реки в районе Назимова, чтобы уже другая часть флота тоже начала перевозки. Речники зависят от уровня воды. За зиму хоть и выпало много снега, но вода в Енисеи прибыла незначительно. Вся надежда на таяние Тосея и ГАЗ. Пока думаем, что не будет сложностей. В любом случае, все-таки ГАЗ регулирует воду. Я думаю, судоходные уровни будут сохраняться на период навигации. Как правило, последние суда уходят из Лесосибирска в октябре. Навигация заканчивается в последних числах месяца, когда начинает замерзать Енисей. До этого времени речники планируют переправить до 200 тысяч тонн грузов. Наверное, Россия и Сибирь, в частности, это экзотическое место для гостей из Индии. В Ачинск приехала делегация школьников из столичного Дели. После небольшого отдыха гостям из Индии показались спортивные объекты Ачинска. Большой интерес у школьников вызвал ледовый каток «Звездны». Многие из них никогда в жизни не видели ни снега, ни льда. Мне очень нравится, но мне страшно, потому что я не умею кататься на коньках. Впечатления очень хорошие, очень всё красиво и привлекательно. Единственное, нам пришлось много путешествовать, очень много времени потрачено в дорогах. Группа школьников из Индии приехала по приглашению педагогов и учеников школы номер 18, где ребята со своими учителями и проведут основную часть времени. Одна из целей – это погружение в язык, в реальную языковую действительность. По-моему, мы все прямо с первых минут начали уже это испытывать и теряться, на каком языке мы говорим, даже не зная его. И это действительно действенно, и поэтому в том числе наши гости будут жить в русских семьях вместе со своими сверстниками и изучать язык вот так совместно. Ребята вместе с представителями фигурного катания вышли на лёд. Для многих из них это было впервые. Впечатлений и эмоций будет ещё много, но такие моменты наверняка запоминаются надолго. Дальше гостям показали площадку для экстремальных видов спорта. Индийские школьники также попробовали покататься на байках и почувствовать себя немного участником экстремального шоу. По словам гостей, в Сибири немного холодно, однако тёплый приём и радушие хозяев значительно добавили тепла ребятам из Индии. Объясняется. Идите, станьте, желтые, бедами. Мастера на старте. Заплывы опытных спортсменов, завершивших свою карьеру на продолжающих тренировке, состоялись на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин». В краевых соревнованиях «День комплексиста» категории «Мастерс», которые Канск принимает уже во второй раз, приняли участие 54 спортсмена в возрасте от 25 до 73 лет. Посетил мероприятие и выступил на одной из дистанций мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр в Сиднее и Афинах, директор Краевой академии летних видов спорта и президент региональной федерации плавания Алексей Ковригин. А нам всем пожелать хорошего настроения, чтобы вы получили быстрые секунды, чтобы у вас встретились в граждане и хорошо проживали. Спасибо вам, удачи! Подобные турниры, организованные Федерацией плавания Красноярского края и клуба «Мини Сей Мастерс» проходят в течение года во всех городах региона. Их цель – привлечь внимание молодежи к данному виду спорта, на примерах показать, каких результатов можно добиться при желании, а также насколько положительно плавание влияет на здоровье человека. Владимиру Шарыпову за 60, но он с легкостью держится на воде и не только в российских бассейнах. В прошлом году пловец побывал на чемпионате Европы в Лондоне, где показал неплохие результаты, покоряя дистанцию 800 метров. Казалось бы, опытного спортсмена уже ничего не могло удивить, но… Самые знаменательные, конечно, были заплывы тем, кому было 90-95 лет. Проплывать, проплывали дистанцию, к бортику бомбочки подходили с палочкой, прыгали в воду и проплывали, как молодые. День комплексиста – не случайное название. В комплекс входит четыре стиля плавания – дельфин, брас, кроль и на спине. В программе соревнований значились 100-метровые заплывы как у мужчин, так и у женщин, а также смешанные эстафеты 4 на 50 метров. Канск на турнир заявил 15 участников. Вообще, в категории «Мастерс» в городе числится больше человек. Каждого из них по возможности задействуют в состязаниях. Я начал участвовать в 2012 году. Потом, как бы, думаю, надо людей, всех, кто посещает бассейн, кто более-менее, кому нравится плавание, начал привлекать, организовывать и вывозить на соревнования. И где-то с 2014 года мы регулярно выезжаем по мере, как говорится, сбора, кто может. В этот раз лучший результат среди каннских пловцов показал Александр Гурков, тренер-преподаватель Каннской спортивной школы имени Стольникова, занявший третье место в категории «Мужчины 60 лет и старше». На капитальное переоборудование предусмотрено около полутора миллионов рублей. Большая часть суммы выигранный краевой грант по программе «Доступная среда». Еще 12% – софинансирование из местного бюджета. Ремонт станет очередным шагом повышения доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с особенностями здоровья. Это непростая работа, которая требует больших затрат – временных и, конечно, финансовых. Тем не менее, дело продвигается. Пандусы, поручни, специально оборудованные туалетные комнаты появляются и в муниципальных объектах, и в частных организациях. Хорошо, что в этом направлении движение пошло и субъект принимает каждый год мероприятия по исполнению именно федерального закона, потому как эта тема уже длится достаточно давно, начиная с 2013 года. Мы сначала делали паспортизацию объектов. У нас порядка паспортизации именно объектов социальной инфраструктуры. Это и спортивные сооружения, и культурные сооружения, и магазины. То есть закон распространяет свои действия на любые организации, независимо от формы собственности. Предполагается, что помещение автокасс адаптируют для всех, кто имеет особенности здоровья и необходимость приходить сюда за билетами. Для людей в инвалидных креслах реконструируют крыльцо и установят пандус. Оборудуют входную группу, окно кассы опустят на удобный для колясочника уровень. Внутри для слабовидящих предполагается размещение тактильной полосы со специальными бортиками и тактильных информационных табличек. Для слабослышащих – установка громкоговорящей связи. Предстоит большая работа, ремонт начнут после необходимых по закону процедур. При условии, что на всех этапах сроки будут соблюдены, летом работы завершат. В городе появится еще один объект доступной среды. Окончание зимнего спортивного сезона не повод прекратить хоккейные баталии. Так решили организаторы турнира по фаерболу – хоккей с мячом в зале. На площадке учащиеся четырех школ нашего района. Для игры используется специальное облегченное снаряжение – пластиковые клюшки и мячи со множеством отверстий. Этот вид спорта был создан почти как хоккей с мячом, но в спортзале. И мяч довольно такой легкий и с дырочками. Мы тренируемся, ну, как и в хоккее. У нас половина команды – хоккеисты бывшие. И мы тренируемся часто. Вот последнюю неделю мы интенсивно разминались и тренировали технику. Ну, это фаербол, он отличается от того, что тут в кроссовках, а не в коньках. И тут вместо шайбы мячик. Ну, хотим победить, тренировались долго. Быстрота ног, точность паса и удара по воротам, сыгранность команды – вот неполный перечень составляющих успеха в игре фаербол. Спортивный инвентарь для занятий был подарен школьникам Шушенского района, Краевой федерации хоккея с мячом, под гидой которой и проходит сегодняшний турнир. У нас планируется пять команд. Турнир открытый, выставили информацию на сайте федерации хоккей с мячом. Но никто желания не изъявил. Видимо, все равно все-таки большая проблема – это доставка, транспорт по всем параметрам общей физической подготовки. Все клубы и высшая лига, и даже клубы КХЛ играют в данный вид спорта в отсутствии льда. Поэтому это дает большой плюс и большой стимул к подготовке. В рамках турнира каждая из великолепных пятерок с воротарями сыграет с каждой командой соперницей. Результат будет выявлен по сумме набранных за игры очков. Пока идут сражения на площадке, ребята уже ждут сладкие призы. В результате жарких поединков победу в турнире одерживает команда из поселка Ильичево. Второе место у казанцевских спортсменов. На бронзовой ступени пьедестала хоккеисты третьей школы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова